привет друзья всем огромный пламя итальянский чау только что отвезла никиту школу и еду в городскую нашу больницу мне надо как говорится записать никиту к специалистам двум врачам надеюсь что уже открыто у нас сегодня с утра 19 градусов тепла эти я в майке и юбочку одела сейчас пойду мимо этого парка я бы туда напрямую пошла бы через скорую помощь раньше можно было проходить через скорую помощь но как началась время имеется через скорую помощь уже нельзя проходить мне теперь придется обойти в общем главного ходу но какой парк красивый до сих пор траву не постригли газон так на прошлой неделе мы ходили к нашему семейному доктору насчет никитиного высокого давления потому что когда утром просыпается вот иногда у него высокое давление ему плохо и приходится оставлять его дома в общем записались к врачу все на прошлой неделе сходили и он померил сразу проверил сердце проверил давление действительно у него давление было где-то сто тридцать девять до сто тридцать девять на на что-то не помню в общем но сердечные нормально вот внутричерепное высокая конь высоковато 139 для его возраста это конечно высоковато и вот потому что я тоже помню у меня высокое давление началось примерно в его возрасте скорее всего это у нас семейная потому что у нас все в доме не в доме в семье страдает высоким давлением все мы три сестры и моя мама чего она умерла царство небесное у нее случился инсульт она не контролировал в общем свое высокое давление привыкла к высокому и вот у него такая проблема была ладненько как не надо как-нибудь перейти через дорогу там уже городская больница в общем семейный врач выписал сделать ему анализы анализы крови и мочи это этим мы займемся завтра завтра никита школа не пойдет мы с утра пораньше поедем в одну клинику издавать эти анализы а и врач выписал чтобы мы записались на прием к невропатологу или невроблок забыла и какому-то генеральному какому-то может общему врачу как называется в общем сейчас запишем посмотрим на когда и сколько это будет стоить я буду платить только тикет не сам визита столько тикет на территории больницы как говорится обязательно все равно этот намордники вот там до сих пор при входе мерят температуру у людей но там автоматически не подставляют пистолет колбу если нас как говорится родильное отделение педиатрии потом церковь при больнице за этими деревьями так а я иду дальше за церковь там где куб куб там где записывается к врачу врачам всяким анализом общем заплат оплачивают все такое здесь кстати на втором по моему строманта же до ирину лежал в больнице когда у него был это хрен хрена вирус этот 10 дней он там примерно лежал он лежал у него легкая степень болезни было слава богу так вот куб она открыта вот он поменяли систему чтобы взять там очки тут не не работает ни один ни другой автомат не работает и что как быть потом по номерам наконец-то они отремонтируют свою бандуру и короче все у меня номер 22 охуеть полном смысле слова вот скажите как тут не материться блин вот как тут можно жить спокойно большой город большая как говорится центральная больница ни одного ни другого как говорится так доктора нет представляете никому нельзя записаться они мне предлагали совсем совершенно другие города там до херна и дождь и трошки ехать блин еще и в какое время я говорю нет мы подождем посмотрим я посоветую сможем может быть у нас есть город еще одна клиника вот может быть там есть эти доктора ну это пипец просто-напросто или идти к палатным докторам ну там доплатить конечно теперь надо будет в общем такое такая вот дилемма представляете вот у меня слов нет блин сколько времени потерять с утра и вот пустую просто-напросто на так что заплачу за парковку не перетяга домой ехать не надо в магазин кое-что купить что закончилось посмотрим сколько мне натикало 120 не платить побежал 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 на кого там гавкаешь так я уже дома с магазина приехала моя станция на улице она уже часто на улице пошел тебя на спине не не поняла что это такое а ну сейчас пойдем посмотрим что-то солнце что тут открыто было уезжу испугалась думала неужели кто-то выдернул у него клок выдернул наверное клок и участи вы не нормально нормально чесалось на чесалось да так у нас жасмин рассвел уже самим жасмин запахи тут обалдеть слушать это очень как будто снегопад снегопад прошел а у соседа франческу вот там дерево видите тоже все белых цветах и это же пахнущие цветы вот у нас олива тоже скоро зацветет на кого ты гавкаешь солнце он смотрит что творится с этой стороны я сразу покажу уже еще немножко и уже отцветет к сожалению вчера было еще красивее сегодня уже видно что уже не такие они как говорится свежие белоснежные цветы как были вчера так у нас новинка друзья мы вчера уже установили новый забор как я вам показывала на прошлом деле нам привезли новый забор вот пока что мы взяли 20 метров по моему до 20 метров это 10 таких вот как раз частей вот мы вчера с утра за полтора часа с рину в общем сделали поменяли здесь забор вот это вот старый забор ведь это старая сетка вот короче тут в четыре и отрезали мы через половины и вот у нас еще остаток есть вот на ту часть вот видите вот где там тот забор несчастный то сетка несчастную туда когда это мы будем делать не знаю посмотрим потому что там у нас клубника вот там вазоны 2 вазона зукини но это я могу убрать а вот клубнику вот посмотрим получится у нас там пола пола поменять забор или нет очень посмотрим так что такие вот у нас новинки у нас снова забор прям сразу другой вид как говорится у нас двор при двор теперь в другом виде, в общем, более, как говорится, современном, более лучшем и все такое. Да, Санция, ну что, будь на улице. Фу, друзья, ехала аж, вспотела. Так, у меня на этой неделе предстоит, в общем, приведение себя в порядок. Вот я вам говорила, что я уже надумала сделать химическую завивку у нас для своих волос. Меня Анюта записала на воскресенье. Вот такой шум, елки-палки. Ой, как хорошо, включила кондиционер. У нас же равна спарит. У нас, скорее всего, как говорится, будет обещать дожди, но надеюсь, что пойдет соки дождь или просто так парит. Посмотрим. В общем, как я вам сказала, на этой неделе привожу себя в порядок по особенным причинам. Значит, так, в воскресенье я пойду на химическую завивку к Анюте. А на субботу я записалась к одной девочке украинки сделать маникюр и педикюр. Вот. Вот. А в субботу где-то в полдень то само меня одна девочка украинка записала к себе на маникюр и педикюр. Почему к ней на дому? Потому что там чуть-чуть дешевле стоит и все-таки мастер хороший. Вот мне ее рекомендовала Люда, вот, которая массажистка, которая с Киева приехала. Вот. Она говорит, очень хорошо, она делает, молодец, девочка. Ну, вообще, наши мастерицы, они вообще мастера на все руки. Что парикмахеры, что вот эти вот, которые делают маникюр и педикюр, в общем, молодцы. Так что, пойду первый раз попробовать. И, кстати, первый раз в жизни я буду делать педикюр. Представляете? Вот. Так, почему я буду делать, надумала делать еще и маникюр и педикюр? Потому что ровно через неделю, в следующий понедельник, я еду, как говорится, уезжаю из дома на два дня, еду на встречу со своими родными и сестрами и племянницей Янули Роднули. Тем более, в следующий понедельник у Янули Роднули, день рождения, вот мы решили все встретиться, все вместе, как говорится, и как совместить приятное с полезным, и провести вместе время, и отпраздновать день рождения Янули. Так что, надо привести себя в порядок, чтобы волосы сделал химическую завивку, потому что, если вода будет позволять, скажу, куда мы поедем, мы поедем снова на озеро Гарда, прошлое лето мы там встречались на озеро Гарда, вот, и в этот раз тоже мы встретимся на озеро Гарда, только уже в другом агритуризме мы будем ночевать, вот, в общем, и так как еще не лето, конец мая только, может быть, вода еще не сильно нагрелась, в общем, посмотрим, какая температура воды, вот, если вдруг нормально, будет позволять водам, если я такой герой, я не трус, но я боюсь, но вдруг я не буду бояться, все-таки залезть в прохладную воду, вот, так что, чтобы у меня с волосами все было в порядке, чтобы, как говорится, не были как солома и все такое, а будет у меня кучеряшки, кучеряшки, ну вот, ну и, как говорится, и ногти, это тоже надо прийти все в порядок, вот, и особенно на ногах у меня там, вообще, что творится, я до сих пор хожу в кроссовках и в тонких, тоненьких носочках, вот, потому что, во-первых, у меня нет педикюра до сих пор, а во-вторых, я сейчас заматываю вот эти свои большие пальцы, как я и говорила, что у меня проблема, что у меня врастает ноготь в коже, и я каждый вечер или через вечер вставляю затычки по бокам, именно между кожей и ногтем, вот так вот, йодовые такие вот затычки, ну вот, и хожу так целый день с этими проберебентовыми небольшими пальцами, вот, ну, надеюсь, что уже, как говорится, когда я сделаю педикюр, мне уже не нужно будет делать эти затычки, вот, йодовые, вот, потому что сейчас я уже практически не ношу тесную обувь, сейчас уже лето, уже пошли босоножки, как говорится, и ноготь, надеюсь, уже нормально будет расти, не будет мне ничего сжать, так что сделаю уже педикюр, маникюр, сделаю химическую завивку и поеду навстречу, будет вообще здорово, и покажу вам красивые места, покажу вам, где мы остановимся, где мы будем тусовать, в общем, праздновать, и обедать, и ужинать, и аперитивчик, в общем, классно будет, у меня в последнее время аж настроение поднимается, дух поднимается, вот, когда, так как только вспомню, что скоро-скоро уже приближается, как говорится, день встречи, вот сегодня перемирила купальники, потому что я слегка поправилась, думала, вдруг мне нужно будет новый купальник, вот, нет, нормально, у меня два раздельных купальника, и оба нормально еще смотрятся, как говорится, не сильно я еще жирная, в общем, вот, я думала, вдруг это самое, будет некрасиво, в разделном купальнике, надо будет тогда сливный купальник покупать, но ничего страшного, у меня, как говорится, нормально я еще выгляжу, как говорится, дай бог, слава богу, в общем, вот такие вот дела, друзья, сегодня у Никиты длинный день, вот сейчас дождусь его, он до 4, сегодня 8 часов в школе, вот, как полный рабочий день, я дождусь его, и перед тем, как домой отвезти его, мы заедем в аптеку, вот, мне надо будет, будет купить в континеторе, такой прибор, куда собирают анализ мочи, в общем, вот, потому что у меня маленький есть прибор, а надо еще большой, там надо и большой, и маленький, в общем, потому что я уже говорила, что завтра с утра, Никита, что завтра же Никита в школу не пойдет, завтра с утра я его отвезу в одну клинику, там, там уже можно без проблем сделать вот эти вот анализы крови и мочи, как говорится, а уже к специалистам записаться, к этим докторам, к докторам, я не знаю, вот Рина придет после работы проверить, может, у нас по другой клинике, у нас в городе есть еще одна клиника, поменьше, конечно, чем вот эта городская больница, офигеть, большая городская больница, и нет обоих этих докторов, ну как так можно, или, скорее всего, они вот крохоборы хотят, чтобы люди за деньги шли, я и так, ну как, я, конечно, не за деньги иду, но я должна все равно по-любому оплатить только тикет, вот, посмотрим, если Рину не найдет в другой клинике тоже этих докторов, то придется тогда искать платного доктора, что делать, что делать, Никите, действительно, надо обследоваться насчет этого высокого давления, потому что это дело серьезное, как я уже говорила, что я гипертонику, мои все сестры гипертоники, высокое давление, и наша мама, царство небесное, тоже была гипертоник, поэтому она и умерла, так что, такие вот дела, в общем, все, мои родные, сейчас уже Никита должен закончить школу, закончить свою учебу, и уже до новых видео встреч, всего вам хорошего, и всех вас с началом трудовой недели, и до встречи, чау-чау.